Всем привет! С вами Юлия Никитина и сегодня у меня для вас мастер-класс с нежными веточками и божьими коровками. Изначально стандартно обезжириваю ногтевую пластину и наношу бескислотный праймер. У меня праймер от марки LAK. Наношу тоненько и даю просохнуть на воздухе одну минутку. В качестве базы и фона для дизайна я возьму камуфлирующую базу в белом оттенке с шиммером. Это новая коллекция от марки LAK. Называется этот оттенок JASMINE. Очень красивый нежный шиммерный перелив у этой базы. Нанесу базу стандартно с выравниванием и просушу в лампе. Затем я беру нежный пастельный зеленый оттенок. Это 104 от марки LAK. И делаю вот такой вот произвольный мазок и его просушиваю в лампе. После чего я беру матовый топ. Я взяла топ soft texture от марки LAK. Это тот самый матовый, по которому получается очень красивое растекание. И затем, после просушки и обезжиривания, я взяла гель-паутинку. Также от марки LAK. Нанесла на боковой валик и сделала намотку. Вот таким образом. Боковой валик я отодвигаю, чтобы было удобно. Перед тем, как сушить паутинку салфеткой и обезжиривателем, убираю паутинку с бокового валика. Сушу паутинку в лампе. И для того, чтобы дизайн выглядел более аккуратным, я прорабатываю недорисованные линии паутинкой с помощью гель-краски. Затем сверху гель-лаком. Я взяла красный оттенок, чтобы поставить такие точечки и получить божьих коровок. Я поставила просто дотсом точки, высушила их в лампе, после чего с помощью гель-краски прорисовала божьих коровок тоненькой кисточкой. Если у вас есть плотный гель-лак, вы можете сделать это гель-лаком. После того, как мы просушим черную прорисовку, я поставлю глазки божьим коровкам вот так вот, точечки просто. И просушу также глазки в лампе. Затем, чтобы божьих коровок закрепить, чтобы они хорошо носились и стали такими кругленькими, я возьму густой топ без липкого слоя от L'O'Reilly. Это топ-клей, который подходит и для инкрустации, и для объемного дизайна. И просушу его опять же в лампе. После чего я беру вот такую гель-красочку от марки лак. Она подходит и для стемпинга, и для того, чтобы рисовать очень красивые такие рельефные лепестки. Затем, когда нарисуем все лепестки, просушиваем в лампе одну минуту и обезжириваем. На этом дизайн готов. Всем спасибо за просмотр. Оставьте хотя бы смайлики в комментарии или что-нибудь напишите. И жду ваши лайки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok